Вот, что у нас там. Пока напишите, коллеги, ваш вообще уровень. А, 3-7 секунд? Ну, 3-7 секунд это нормально. Коллеги, напишите ваш уровень знакомства, так сказать, взаимодействия с различными СУБД. Кто с какой СУБД работает и в каком качестве, и кто что умеет делать. Так, а у нас время. Все, 8 часов. Начинаем взаимодействие. Так, экран я расшарил. Сейчас я выключу все, чтобы мне ничего не мешало и не отвлекало. Итак, коллеги, я так понимаю, меня видно и слышно хорошо, поэтому старкуем наш сегодняшний... То есть, у нас сегодня день открытых дверей курса по реалиционным СУБД. Это наш такой вот трехмесячный курс, на котором мы рассматриваем различные аспекты взаимодействия с СУБД. Я бы его назвал даже больше курс архитектора баз данных в данном случае, потому что мы рассматриваем множество аспектов, касаемые как разработческой части, так и части администрирования. И там много интересных вопросов. Мы попозже с вами пройдемся по программе курса, обсудим, где что происходит, и что и как взаимодействуют, с чем мы работаем, какие у нас лекции, какие у нас домашние задания, какие практики и так далее. Все это мы сегодня с вами обсудим. Ну а вначале, по традиции, мы идем и рассказываем о том, что такое проект Тотус. Многие из вас, наверное, уже знают, но для тех, кто не знает, и первый раз, кто к нам присоединился, наверняка будет масса вопросов о том, как вообще учиться в отусе, как с отусом, какие плюсы есть от обучения в отусе и так далее. И все эти вопросы мы с вами сегодня рассмотрим. Так, ну, насчет видно, слышно, все понятно. Итак, вот наш, в общем-то, сегодняшний роутмэп. То есть я сначала расскажу вам о проекте отус, о том, как построено обучение и вообще, как построено образование в проекте отус. Потом мы с вами обсудим программу курса, то есть мы зайдем, по ней пробежимся, переговорим, вы зададите все вопросы, где вам что интересно и так далее. Затем мы обсудим еще раз организационные вопросы. Организационные вопросы у нас следующего характера, там, как, что, взаимодействовать и так далее. Это все отвечу. И потом все, что останется неотвеченным, вы задаете в свободном порядке, я вам отвечаю. Вот так, поехали. Значит, образовательный проект отус. Это не просто, как бы, какие-то учебные курсы. Это, в целом, большое комьюнити, которое делится на следующие, так сказать, объекты. Ну, не объекты, а следующие понятия, да. То есть есть у нас, сначала это студенты, да, те, кто приходят учиться в отус. Я, кстати, тоже учился в отус на одном из курсов, на курсе по Big Data. И мне, в принципе, с этого началось мое знакомство в отус. Отус, чем характерен, он не обучает с нуля. Поэтому для того, чтобы отус мог четко понимать, что вам не придется объяснять прописных истин, введено начальное, так сказать, отборочное тестирование. И да, вы можете пройти это тестирование с гуглом, это также не у вас броняется. Но это показывает, что вы быстро можете находить ответы на те вопросы, которые вам нужны, и быстро обучаться и догонять всех остальных. Просто если вы поняли, что вы там что-то нагуглили, и это вам далось сложно, это может показать вам, что может стоит сначала подготовиться, прежде чем идти дальше на курс. Потому что на курсе будет предполагаться, что вы это знаете, и не будет уделяться этому глубокого внимания. Внимание будет уделяться дальше и глубже и так далее. И поэтому, да, если вы чувствуете в себе силы учиться, если вы чувствуете в себе, что вы готовы там гуглить, читать тонны материалов, например, с каждым занятием прилагается куча материалов, которые для изучения, от которых глаза там разбегаются в разные стороны. Вот сейчас я, например, готовлю занятия по опциям хранения, как настраивать, какие выбирать варианты хранилища данных для СУБД. И я там скидываю такие материалы, что такое ССД, что такое хранилище данных, что такое AllFlash. Это как бы казалось бы, зачем человеку, работающему в СУБД, все это знать. Но вот иногда приходится. Вот такой подход. Поэтому, да, кроме того, студенты у нас образуют вообще очень классное комьюнити, вообще за что я люблю Отус, всячески это за его комьюнити. А комьюнити – это такая взаимосвязь студентов и преподавателей, причем, как я уже сказал, преподаватели сами могут являться студентами на других курсах. Это идет постоянный процесс обучения, взаимодействия и так далее. И вот это комьюнити, оно помогает расти всем, расти качественно, расти профессионально и развиваться также в той же мере. Преподаватели. Кто такие наши преподаватели? Наши преподаватели – все практикующие специалисты. У нас, как таковых, академических преподавателей я не встречал. Все приходят с практики, то есть у людей есть опыт, и они готовы им поделиться. Почему такая потребность у людей возникает? Ну, вот у меня опыт в IT достаточно большой. Я часто встречаю, что когда ко мне приходит какой-нибудь джуниор, очень много сил уходит на то, чтобы его натаскать на какие-то задачи. А иногда есть такая штука, что он натаскался на какие-то задачи и не хочет расти. Все-таки вот есть желание там и делиться опытом, и делиться какими-то своими наработками. И в том числе это всегда общий процесс. Когда я зачастую, когда мы общаемся на лекциях, мы общаемся по вопросам домашних заданий, по вопросам проектов, у нас всегда это такой процесс взаимодействия. Потому что я иногда могу чего-то тоже не знать и тоже упускать из новых веяний. Или наоборот, как бы говорить кому-то, что вот это устарело, и вот это вообще рассматривать не обязательно, надо посмотреть в другую сторону и так далее. Павел, приветствую. Вот, это то, что о наших преподавателях. Все практикующие специалисты, у всех есть о чем рассказать. У всех разная манера взаимодействия, преподавания. И мы стараемся привлекать больше преподавателей, чтобы курс был не завязан целиком на одного человека. Но это и тяжело, потому что у нас преподаватели сейчас делятся на преподавателей и на наставников. Наставники – это тоже преподаватели, которые проверяют домашние задания, дают вам полный фидбэк, что поправить, на что обратить внимание и так далее. И преподаватели, и наставники все отвечают на все вопросы, которые приходят в студенческом слаке. Про слак я переговорю чуть попозже. Поэтому, как я уже сказал, все это вытекает в том, что у нас есть такая полноценная работа с группой, где люди приходят, спрашивают вопросы, причем не только по домашним заданиям и проектам. Спрашиваются просто свои текущие вопросы, которые возникают у людей. То есть, как настроить вот это, как починить такой-то запрос, где здесь у меня косяк, почему у меня база тормозит и так далее. Все вот такие вопросы, они тоже могут решаться сообщая, и это дает общий профит для всех. Поэтому здесь, да, здесь у нас никто глубоко мануал не посылает. Если и посылают, то дают конкретный мануал, где быстро можно найти нужную вам информацию. Поэтому люди все прекрасные, люди все отзывчивые. И у нас, скажем, создается такая приятная атмосфера для общения, где с людьми можно и поговорить и по профессиональным вопросам, и околопрофессиональным, и вообще за жизнь, что тоже приветствуется. Организация обучения. Как организовано обучение? То есть, у нас есть лекция, когда начинается лекция, я ее стараюсь делить на две части. То есть, у нас всегда есть некий теоретический материал, выкладка, и я там пытаюсь всегда расставить акценты на тех или иных моментах, потому что, казалось бы, они вроде бы даже далеки от практики, но они могут быть очень важными. Например, вот такой момент, который недавно обсуждали. Что такое оптимизация запросов? Да, что такое оптимизация запросов? Оптимизация запросов – это, в первую очередь, уменьшение данных, которые обрабатывает и выдает запрос. И вот дальше идет разжевывание таких вот аспектов именно теоретического характера, которые нужно как-то принять и осознать в себя, и после этого уже будут четко понятны, какие шаги нужно делать, чтобы оптимизировать тот или иной запрос. Это теоретическая часть. Это схемы общения. Я рассказываю, как устроен тот или иной вопрос, ответы на вопросы от студентов. Практическая часть. Всегда у нас на каждом занятии присутствуют практические примеры, стенды, на которых показываются те или иные моменты работы с УБД. Ну и, соответственно, наше пропрофессиональное общение в Slack, я уже сказал, оно работает. Так, пока по этому слайду все. Пишите ваши запросы, а я отвечу на вопрос Владимира. Да, время обучения указано по Москве. То есть занятия начинаются в 8 и длятся у нас они, как бы, номинированное время полтора часа, то есть два академических часа, да. Но я вам честно скажу, так как информации всегда много, вопросов много, мы зачастую выходим за эти рамки. Так что вот такие вот дела. Коллеги, еще вопросы? Если нет, идем дальше. Вы вообще здесь со мной поставьте плюсик, кто меня слушает, видит, слышит. Да-да-да, Павел уже наученный работе с нами. Отлично. Далее. Что из себя представляет вообще проект Отус, да, и сам проект, да. То есть это не просто курс, то есть не так, что курс прошел и про вас потом Отус забыл. Нет, у нас всегда есть, то есть и цель Отуса не просто, как бы, дать какой-то материал и забыть. Цель Отуса быть релевантным рынку, быть, как бы, отвечать тому требованию, которое есть у рынка, да. Поэтому у нас и преподаватели, и практикующие специалисты, потому что они знают, каких специалистов им сейчас в их работе не хватает. Вот. И поэтому Отус – это еще инструмент трудоустройства, но это не гарантированное трудоустройство. Естественно, все зависит от вас. Но если вы показали себя хорошим специалистом, вы делали все практические задания, вы активно себя вели на занятиях, что преподаватель может вас порекомендовать, то есть задавали вопросы, давали какие-то свои выдержки и так далее, да. Сейчас зачастую вот студенты у меня просто раскрывают какие-то, допустим, дополнительные темы, которые вот только у них используются. Ну, или в курсе мы их не рассматривали как отдельным блоком, а вот какую-то штуку специалисты могут показать, да. Это все также приветствуется, и, соответственно, преподаватели в конце концов дают рекомендацию на таких студентов. И в дальнейшем у Отуса есть множество партнеров, которые уже знают Отус, хотя, в общем-то, проект у Отуса чуть больше года, но он достаточно уже достиг больших успехов в том, что про Отус знают во многих компаниях. В этом году Отус получил премию Рунета, если я не ошибаюсь. Вот, и, соответственно, к нему приходят, в Отус приходят партнеры и говорят, что им нужны какие-то специалисты. И Отус рекомендует студентов, рекомендует специалистов из списка своих студентов уже по запросу от каких-то конкретных компаний. Устроитесь вы в дальнейшем на работу или нет, это уже зависит только от вас. Но если вы показали себя хорошо, вас, скорее всего, порекомендуют. Вопросы по этому моменту есть, коллеги? Да, да, Павел, обязательно я так же, как на Linux, подключаю коллег к Zoom, но что-то пока вот на текущем курсе не жаждут. Хотя, на самом деле у нас здесь на курсе СУБД практикуются несколько семинарных занятий, где студенты защищают свои проекты. То есть они подключаются, показывают свои схемы, и мы уже так, у нас шли бурные дискуссии на тему того, как с этими проектами, что в них хорошего, что в них плохого, да, то есть какие-то изюминки. Это были очень классные занятия. Ну и использование образовательных методик для отбора лучших специалистов для задач бизнеса. Ну, опять же, это, в принципе, все относится к тому, что вы делаете домашние задания, мы их оцениваем, это видно, да. Кроме того, у нас всегда есть специальные домашние задания со звездочкой, которые сложные, которые, в принципе, повышают ваш рейтинг в том числе, да, потому что это как бы студентов много, можно видеть. Ну и плюс личные рекомендации преподавателя, который видит, я часто рекомендую даже студентов, которые не делают домашние задания, но я вижу их профессиональный уровень, потому что на занятиях это всегда видно. Артем, приветствую. Поэтому есть и такие подходы, да. Ну, а вот, ну, бывают такие студенты, которых и не видно, и не слышно, и домашних заданий не делают, ну, значит, учатся для себя, значит, их все устраивают. Такое тоже бывает. Вот, значит, по программе курса, да, то, что все программы курса разрабатываются с учетом требований специалистов на позиции, то есть мы смотрим, что у нас спрашивает Headhunter в том числе, да, и видно, что в списке требований, ну, в списке требований знания SQL у нас практически всегда и на все позиции, а к администраторам там тоже отдельная песня. Да, другое дело, что все думают, что SQL достаточно на таком достаточно простом уровне, умеем делать select, умеем делать insert и хватит, но на самом деле это не совсем так, чтобы вы делали реально хороший продукт, вне зависимости от того, кто вы разработчик или администратор, вам нужно и желательно знать СУБД, ее устройство, ее логику работы и поглубже, да. И при этом наш курс рассчитан на то, что он как бы дает вам общее представление о работе четырех основных СУБД и их различия, да, на что обращать внимание. Понятно, когда вы выберете себе специализацию или будете, начнете работать с чем-то одним, или наоборот, вы пришли в компанию, а у вас, вы работаете со всеми СУБД сразу, такое тоже часто бывает, либо вы пришли в компанию и там зоопарк из различных СУБД и вам говорят, все это администрировать, такое тоже бывает. Вот, вот этот курс однозначно будет полезен. Вот, и, как я уже сказал, про собеседование с успешными выпускниками, ну и в целом отсюда вытекает миссия проекта вообще, да, то есть, что мы не просто, как я сказал, отдали знания, делайте с ними что хотите, а мы хотим действительно сделать наш рынок специалистов и соединить лучшие компании с лучшими специалистами, причем замотивированными специалистами, потому что специалист, который замотивирован на собственный рост, он гораздо интереснее для компании, чем вот, который пришел вот и умеет там делать три команды, он делает их хорошо, но дальше его ничего не интересует. Я на своей практике встречал и подобных специалистов. Идем дальше. Немножко обо мне, да, меня зовут Цыкунов Алексей, извините, если я раньше не представился, но многие из вас меня уже знают. Опыт в IT у меня больше 20 лет. Нет, я сертифицирован на Oracle DBA, пока только на первом сертификате, но все упирается лишь во время. У меня большой опыт проектирования и оптимизации баз данных под Oracle и MySQL в различных сферах, то есть я работал в Telecom, с Telecom, я работал с колл-центрами, я работал с банками, я работал с различными корпорациями, подстраивал их порталы, оптимизировал их порталы, в том числе я делал онлайн-игры, то есть, ну, достаточно разнообразный и большой опыт у меня за плечами. То есть, и в основном, да, я работал, то есть на старте своей карьеры я работал с государственными учреждениями, в том числе там Минздрав, соцфонд, МВД и так далее. А потом я уже взаимодействовал в основном со стартапами. Поэтому все воли стартапов я примерно знаю на собственной шкуре. Вот. Если вопросы есть по моему опыту, you are welcome, спрашивайте, расскажу, покажу и так далее. Коллеги, вы еще здесь, а то я говорю, говорю, а вы так молчите, не отсвечивайте. Тишина в студии. Так, Сергей с нами, ура, хоть кто-то с нами, Артем с нами, отлично. Отлично. Уже не так плохо. Давайте перейдем к организационным вопросам по курсу. Значит, сейчас я открою страничку тогда с курсом, и мы пройдемся с вами по программе, подробно обсудим. Длительность курса и расписание занятий. Курс у нас длится три месяца, занятия достаточно плотные. Проект длится по выпускной проекту, поэтому мы делаем каждый, на каждое занятие у нас есть домашнее задание, которое, в общем-то, можно делать как часть своего проекта. Результирующий проект, то от вас требуется, что это ваша база данных, которую вы сделали, спроектировали и собрали готовый стенд, который можно одной кнопочкой развернуть и увидеть вашу готовую базу данных. Поэтому, да, мы в нашей курсе также используем GitHub для приема домашек, и также мы рекомендуем пользоваться такими штуками, как Vagrant и как Docker. По ним я также порекомендую вам открытые уроки, то есть у нас есть хороший открытый урок от преподавателя Linux по Linux Леонида по Vagrant и GitHub. И, соответственно, все вот эти методики мы также работаем и вгентаряем, то есть мы учимся быть такими, скажем так, универсальными специалистами, но со своей специализацией, чтобы мы знали и умели работать со многими вещами. Вот, поэтому длительность курса три месяца полностью, получается, каникулы мы там тоже будем использовать для того, чтобы догнать домашки, как правило, далеко не все успевают делать домашки вовремя, но это все понятно, все мы с вами рабочие люди. Формат проведения и доступ к занятиям, ну вот такой же у нас примерно формат, то есть я вещаю, то есть я использую Zoom, это очень хорошее средство для взаимодействия, для организации конференций, там у него есть один, правда, недостаток, там с чатиком, но к этому привыкаешь со временем. То есть чат у него есть, но он потом в конечном виде отсутствует, он прикладывается отдельно текстовым файлом, это немножко неудобно, но в целом для работы пойдет. То есть я рассказываю, также показываю вам презентацию, мы разбираем с вами различные примеры, затем я там перехожу в консоль или в какое-либо там средство для управления базами данных и показываю там различные примеры. Я надеюсь, мы попробуем что-либо чуть-чуть поменять, чтобы вы одновременно со мной могли делать эти примеры и чтобы у нас больше было интерактива во время занятий. Вот, то есть мы определились, у нас мы нашли конкретную базу данных, есть такая учебная база от MSSQL AdventureWorks, причем мы нашли, подобрали и наборы скриптов, чтобы эту базу данных собрать. То есть у нас будет 4 репозитория, вот все 4 субэдэ, то есть Oracle, MSSQL, PostgreSQL и MySQL. И то есть каждый может хоть заниматься на всех 4 сразу, хоть выбрать себе какую-то одну и работать по ней. Но изначально проектирование будет, то есть у нас программа курса, давайте мы к ней перейдем и потом остальное обсудим. Что скажете? Поставьте плюсики, если согласны. Вот здесь, коллеги, все здесь. Сейчас я открою прямо на сайте программы курса и мы по ней пройдемся. Курсы. Так, эксплуатация. Мы относимся к эксплуатации. И вот у нас наша программа. Так, и где она? Вот процесс обучения. Так, вот. Вот они наши модули. Давайте по ним пройдемся. Всем все видно? Отлично. Значит, первый модуль. Первый модуль у нас, ну, здесь он называется сущности связи. Де-факто это проектирование. Мы учимся с вами проектировать базу данных. Для этого мы с вами, первое занятие у нас очень насыщенное. И те, кто плохо помнит теорию, революционную теорию с универа, придется поднапрячься, потому что там очень много материалов. Мы вспомним, что такое третья нормальная форма, что такое сущности, что такое связи. Вот это вот все, да, чтобы мы могли дальше проектировать и понимать, зачем нам это нужно. Второе занятие мы с вами разберем. Какие типы данных существуют и что они нам дают, да, и почему нам недостаточно простых целых и строковых типов, и для чего нам вообще нужны типы данных. Ну, все прекрасно и так вроде бы знают, зачем нужны типы данных, особенно кто работает с типизированным языком. А кто работает с нетипизированными языками, да, там, и не работал с типизированным, могут возникнуть вопросы. Поэтому мы сосредоточимся на типах данных в том числе. Затем мы с вами обсудим, из чего вообще состоит СУБД, да, то есть СУБД – это не просто таблицы, да, и не просто строки и столбцы, да. СУБД – это сейчас огромные комбайны, которые вообще могут содержать в себе всю бизнес-логику, могут работать все целиком, а Oracle вообще в том числе может работать как веб-сервер, например, и вообще не требует никаких внешних языков. Такое тоже используется. Но вот это мы рассмотрим, и после этого вы на СУБД будете смотреть несколько иначе, чем просто на хранилище данных, да, чем просто на замену файлам данных. Потому что я встречал достаточно часто этот взгляд, что СУБД – это некое просто хранилище, да, его задача просто хранить. И отдавать по возможности быстро. Но мало кто задумывается, а как сказать СУБД, чтобы она отдавала быстро, да, и как не писать страшные запросы. Вот. После этого, ну, BI – это отдельная тема. У нас чуть-чуть она затронется, в том числе, да. Значит, транзакции и ACID – это отдельная тема, которую для, я знаю, что для многих она чуть ли не откровение. Сейчас я, Сергей, договорю про программу первого модуля, и потом обсудим ваши вопросы, вы их пока пишите. Значит, транзакции и ACID, да, то есть, ну, реально, люди не совсем понимают, что такое транзакции и как они работают, да, и что вызывает блокировки, и вообще, как вот это все устроено. И после этого занятия вот у многих вообще взгляд на СУБД меняется. К сожалению, сегодня здесь не присутствует ни одного из наших студентов, но, как я говорил, сообщество у нас открытое. Если вы сдали тест, вы получаете приглашение в Slack, то есть это общий такой мессенджер, где мы обмениваемся всеми вопросами по курсу, всеми комментариями и так далее. И вы все эти вопросы можете адресовать к студенту. Дальше у нас после этого отдельное занятие, уже большое, теоретическое, уже когда мы получили какие-то понимания, что такое СУБД, да, мы начинаем с вами разбирать подходы к проектированию. И после этого у нас два семинарных занятия, где вы защищаете свои проекты, которые вот уже у вас должны сформироваться. На эти занятия требуется от вас больше, даже не больше того, что вы сделали, да, то, что вы сделаете, это круто, это посмотреть, да. Но если там все наклепают маленькие одинаковые проектики, ну, это будет просто неинтересно. На это занятие требуется работа от вас, чтобы у вас появились вопросы. Вот когда у вас появляются реальные вопросы, когда у вас появляются трудные, неразрешимые ситуации, мы их совместно на этих занятиях решаем, вот тогда действительно круто. И вообще польза от этого просто потрясающая, от таких занятий. Так, пока с первым модулем я закончил, давайте отвечу на ваши вопросы. Какая-то информация будет даваться для подготовки к первому модулю перед курсом или только во время него? Ну, первый модуль у нас уже начинается через несколько дней. Ну, в принципе, да, я, наверное, могу какую-то информацию посоветовать. И какая-то информация, я говорю, у нас уже есть в Slack, можно зайти, почитать, вспомнить. Я дам пару книжек, ссылки на книжки по революционной теории, которые можно прочитать, что-то освежить и так далее. Начало курса 27 декабря. Перерыв на новогодние каникулы у нас есть, поэтому у нас такое первое занятие, такое мозговзрывное. Поэтому, в принципе, тут можно также ответить Сергею. Вот у нас прошло первое занятие, и потом у вас есть целые каникулы, чтобы понять, какой информации вам не хватает для всего остального. Сергей Владимирович, я ответил на ваши вопросы? Так, отлично. Идем дальше. Второй модуль у нас – это SQL. То есть мы изучаем SQL, причем не то, что досконально, не то, что подробно. Всегда есть мануалы, но мануалы большие. Мы даем направление и практику в том, чтобы обратить ваше внимание на кучу нюансов, на кучу моментов, которые обычно не замечаются. Ну, какие, например? Вот у нас есть простой, допустим, команда Create Table. Все знают? Вот. А вдобавок к этой команде Create Table всегда есть куча параметров, на которые никто не обращает внимания зачастую. Ну, потому что, за исключением тех, кто уже работает с базами данных достаточно глубоко, они понимают, что там надо уже… что там не просто настройки, там тюнинг, который нужно иметь в виду. Да, точно так же, куда же без джойнов? Джойны – это отдельная тема, причем мы все виды джойнов рассмотрим и так далее. Сейчас я по занятиям чуть-чуть пройдусь, да. Или про создание и редактирование объектов. Сейчас я отключу тоже лишнюю штуку. То есть мы проговорим про альтеры. Мы очень жестко затронем тему, как неразумные альтеры с добавлением столбцов или удалением столбцов и так далее, да, могут отразиться, допустим, на вынесении каких-то изменений на продакшн. Чем это грозит? Партиционирование обязательно будет, да. Да, но чуть дальше, да. Но тоже в этом модуле. С партиционированием будем, про партиционирование будем общаться, и, следовательно, есть вторая тема, вытекающая из партиционирования. Если вы вспомните, что это за тема, напишите мне, а так я в конце описания этого модуля скажу, какая вторая тема, которую мы тоже затронем. Но не будем копать глубоко, ибо это отдельная тема практики. Но мы дадим вам понимание, что это такое. Значит, по изменению данных, опять же, как у нас работает update, insert, delete, да, как у нас работают транзакции, как, что такое редологии, где они возникают, да, и как это все влияет, и над чем стоит задуматься, когда мы пишем транзакции. Где какие блокировки происходят, и как все это отзывается на производительность, и при чем здесь конкурентность. Вот это мы все будем рассматривать. Выбор как данных. Здесь, как спросилось, будут ли джойны, да, вот здесь они. Причем мы уже рассматриваем, уже вот к этому моменту мы начинаем изучать explain plan, начинаем изучать различные виды джойнов, начинаем изучать, как какие джойны можно, где заменить, где их убрать, как оптимизировать и так далее. Затем после этого, вот мы научились создавать базу данных, научились работать с ней, добавлять, удалять данные, изменять их, научились их выбирать, и тут мы переходим к агрегациям и сортировкам. И тут мы начинаем учиться делать простые репортинговые вещи, которые нам дают понимание, как работать с суммирующей информацией, какие есть варианты. Затем мы обсуждаем вложенные запросы и представления, обсуждаем, что такое derived tables, да, в одной из терминологий, которая связана с УБД. Опять же, смотрим планы, в зависимости от того, как у нас работают представления, когда они отрабатывают либо как derived tables, либо они, грубо говоря, на внешние условия мерджат в себя, и у нас получается совершенно другой план. Затем мы с вами разберем аналитические функции и научимся еще глубже работать с отчетными системами и получать классные данные. Ну и затем у нас большой практический SQL, где планы даются глубоко и идем уже как бы по разным планам проходимся, смотрим, чем они отличаются, что такое коз, в каких попугаях он меряется и так далее. Вот это все здесь, да. Про партиционирование, да, у нас как раз на создании и редактировании объектов БД мы будем рассматривать в том числе создание партиции, так как это одна из частей, да, и зачем они нужны, и мы потом еще несколько раз к партиционированию будем тоже возвращаться. Как это делать и что с этим, и как с этим быть. Дальше у нас третий. Де-факто он заключительный, так как модуль четвертый – это сам проект, по которому есть требования, то есть он подразумевается, что мы ждем от вас сдачи проекта. Третий модуль у нас устроен, тут еще не внесено одно занятие, оно тоже есть, да, это следующим образом. Внутренняя архитектура с УБД, то есть мы рассматриваем вообще, как у нас устроена архитектура баз данных, что у нас в ней есть, непосредственно какие процессы, какие бэкграунд-процессы являются частью инстанса, непосредственно где какие файловые данные у нас находятся и так далее, какие директории и что с этим делать. Дальше мы рассматриваем, как у нас устроены undo, redo, логирование, где у нас temporary table space или temp data директория, и как это все взаимодействует. Ну, как вообще весь этот комбайн работает. Далее, по индексам. Мы изучаем различные типы индексов. Причем, то есть, если B3 на всех базах, он есть и примерно одинаково работает, но на самом деле не совсем одинаково, но мы сильно углубляться в алгоритмику не будем, мы вот с практической точки зрения. Для чего, в каком случае, какие индексы использовать и как с этим жить. Затем мы разбираем тему хранимых процедур и триггеров, да, и насколько они вообще нужны, и разбираем вот такой вот, знаете, холиварный вопрос, где должна жить бизнес-логика. Кстати, какие у вас мнения по этому холиварному вопросу. И, соответственно, смотрим, так как у нас хранимые процедуры и триггеры сейчас реализованы в каждой СУБД, да, то есть, и позволяют достаточно мощные вещи делать внутри СУБД, и мы разбираем вопросы, как с помощью них можно оптимизировать производительность, и на каком именно уровне. Затем мы разбираем оптимизацию, ну, опции хранения, я уже сказал, что мы будем разбирать такие вопросы, где надо хранить индексы, где надо хранить таблицы, где надо хранить байнари логи, да, и сюда же у нас входит понятие, что мы рассматриваем, что такое репликация, как устроены кластера, какие виды кластеров работают, ну, и на практике посмотрим майсквельные кластера простые, да, и что, для чего они нужны, как с ними взаимодействовать. Занятие про оптимизацию, мы рассматриваем большие общие вопросы, с чего вообще начинать оптимизировать базу данных, да, и взаимодействие с базой данных, ну, и как бы, апологетом такого, как бы, занятия у нас является, что, как бы, оптимизировать вообще саму СУБД надо в последнюю очередь, да, де-факто в СУБД вы можете оптимизировать один параметр, это размер буфера, который будет выделяться в оперативной памяти, все остальное, это уже настолько тонкие настройки, которые там особо, ну, не, они играют роли, но их действительно очень мало, мы их тоже обсудим и пообщаемся об этом, и, ну, и дальше будем различные методики смотреть, как профилировать ваши СУБД, как трейсить ваши сессии и так далее. параллелизация – это тоже достаточно такой тонкий момент, Владимир. Мы, как бы, затронем вопрос этой параллелизации, да, то есть, но я не скажу, что ей стоит бездумно пользоваться, на самом деле, там, больших плюсов при ее использовании особо нету. Это, в частности, больше параллелизация имеет смысл, когда вы работаете уже с АЛАПом, с репортингом, да, там ваши параллельные запросы будут вам только в плюс. Кстати, да, одна из тем, которую мы будем обсуждать про оптимизацию и вообще про проектирование, это в том числе, чем репортинг у нас отличается от ЛТП. То есть, ну, репортинг – это так сленговое, но я называю, так, дата вархауса от ОЛТП чем отличается. И уже параллелизация вот в случае дата вархауса имеет смысл. В случае ОЛТП ей лучше вообще не условно употреблять. Но с учетом ваших фраз, я вижу, что вы работаете с дата вархаусом. И да, у нас будет занятие по АЛАП, практическое занятие, где расскажем студентам, что такое АЛАП, что такое АЛАП-кубы, что такое измерение, что такое факты и покажем, как построить простенький куб. Так, и так, проблемы миграции. Мы поговорим о ETL-процессах, о том, как мигрироваться, как вообще устроена такая головная боль, как переезд с одной СУБД на другую. Ну, и различные вот такие вещи. Да, версионирование и выносов тоже у нас будет в одном из занятий затронут, а сейчас точно даже не скажу какое-то, потому что у нас по результатам текущего курса программа несколько тоже. Где-то что-то меняется, где-то подходы меняются и так далее. Мы видим, на что обратить больше внимания, на что поменьше и так далее. Ну, это естественный процесс развития учебной программы. В управлении СУБД мы будем с вами изучать такие вещи, как прежде всего две вещи, главные для администратора СУБД, это обеспечение безопасности и обеспечение бэкапов. Это основная вещь. Мы поговорим о том, как вообще, куда и как надо делать бэкапы. мы поговорим, как надо настраивать политики безопасности. Ну, и некоторые вот эти аспекты обсудим, которые нужны администратору базы данных. И еще раз просмотрим на параметры СУБД, которые стоит настраивать в том или ином случае. Ну, и такое у нас несколько отличенное занятие про новость QL базы данных и почему они, в общем-то, насколько они актуальны в своей в нынешнем мире, насколько они противопоставлены реляционным базам данных. и в частности, я приведу пример, как можно и как нужно. То есть, все знают или, ну, может, не все знают, да, но сейчас является достаточно часто распространенной практикой выносить кэши для приложений в какую-нибудь базу, по сути, Redis и Mooncash тоже является KVLU хранилищами, тоже базами данных, и вот использование вот этих кэшей или даже кластерных кэшей, вот, мы также посмотрим на практике, чем же они хороши. Ну, и проект, проект у нас вот такой, да, то есть, вы делаете базу данных, ту, которую вам нужны, формат сдачи это ER-диаграмма, описание таблицы полей, это у нас начнется с первого занятия, такие домашки, дальше SQL-скрипт, скрипт первичной заливки, ну, и так, что все развернулось, и как бы мы могли погонять несколько SQL-лю, посмотреть их планы и сказать, да, вы понимаете то, что вы делаете. Вот такой у нас коллеги план, что скажете? Firebird у нас не используется, у нас будет MySQL, Postgres, Oracle и MSSQL, четыре базы данных. Еще раз повторяюсь, мы нашли базу данных, то есть, база данных от MSSQL учебная, AdventureWorks, она у нас развернута под все, то есть, мы нашли варианты ее разворота под все четыре вот эти базы, можно брать любую с ней работать. То есть, конкретного привязки конкретной СУБД у нас нет, потому что у нас общий курс, который позволяет вам посмотреть разницу и какие-то нюансы при взаимодействии со всеми базами данных. Ну и в целом SQL это общий стандарт, так что перенося SQL из одной базы СУБД в другую, там минимальные изменения, только если вы не используете какие-то очень хитрые фишки, которые свойственны той или другой СУБД. Так, это по программе курса мы с вами прошлись. Формат проведения доступа к занятиям, каждое занятие у нас пишется, каждое занятие у нас запись, запись выкладывается, в любое время записям вы имеете доступ всегда, то есть всегда можно пересмотреть, есть лайфхак, включайте скорость полтора и вообще экономично получается. да, четыре базы эти, сейчас мы собираем билды именно в докере, можем и можно да, будет, в принципе можно их засунуть, мы рассматриваем сейчас, успеем не успеем подготовить Google Cloud, вообще они в принципе Google Cloud вы берете конкретную СУБД и туда уже заливайте SQL script, да, SQL script мы вам дадим. Ну и в целом, да, мы рассматриваем момент, чтобы Google Cloud и вообще какой-либо Cloud SQL, просто в чем преимущество Google Cloud перед остальными, остальные обычно дают реальный период на месяц, а Google Cloud он как бы вам кредитует, не кредитует, а дарит 300 баксов на свои любые сервисы, и вы типа за эти 300 баксов эти сервисы покупаете, и с ними можете работать и уже по необходимости, то есть завели инстанс, все там настроили, поработали, выключили его, и так можно растянуть его на весь курс, например. Коллеги, все ли понятно? доступ видео есть, скорость полтора, скорость полтора, и это достаточно удобно, экономит время, можно прокручивать потом записи, смотреть какие-то отдельные моменты, чтобы больше понять, если вдруг пересмотрели, не поняли, всегда можно переспросить слаки, уточнить момент на тот или другой вопрос. Так, тюнинг и разбор планов, да, это обязательно, но как бы мы будем смотреть и больше и глубже в них копать, и добавлять больше и больше материалов. Так, проверка домашних заданий, сейчас она у нас достаточно шустро выполняется, и я еще раз говорю, мы вот на ваш курс перерабатываем немножко структуру домашних занятий, в частности по SQL, то есть если как бы в прошлом курсе оно планировалось, что SQL у каждого там на своей СУБД, которую он будет делать, здесь будет общее. По логике, нет, Big Data он как бы совершенно отдельно, он вообще практически с SQL-ными вещами не пересекается, хотя оно часто встречается, и знание SQL помогает вам взаимодействовать с Big Data, да, у нас сейчас запустился курс тоже одной из наших, я не единственный преподаватель на курсе, да, вот у нас есть преподаватель Кристина и Кристина Кучерова, и у Кристины запустила курс MS SQL разработчик, это уже специализированный такой детальный, очень глубокий курс для того, чтобы вы стали разработчиком под MS SQL и могли сдать сертификационный экзамен, вот он идет уже как бы считайте следующим в линейке, также мы скорее всего в дальнейшем будем делать различные специализированные курсы, ну он не совсем накладывается, потому что как бы Кристина именно уж входит в специфику MS SQL, то есть мы с ней этот вопрос обсуждали, смотрели, там есть определенная специфика, да, вот, про Oracle я буду много разговаривать, да, и мы отдельно хотим делать курс по Oracle, причем возможно даже два курса, но пока они только в планах, это DBA и Developer, соответственно, потому что Oracle и Developing это там очень много нюансов, вот, а, Дмитрий, вы имеете ввиду по датам накладывается, ну да, курсы запущены, они все у нас курсы идут параллельно, поэтому в данном случае это не проблема, вот, да, у нас зачастую у нас как бы DevOps с Linux тоже идут параллельно, не мешает же им параллельно работать, хотя вот многие отчаянные люди пытались совмещать два курса, например, DevOps и Linux, но это у них тяжело давалось, в итоге потом переводились. так, какие еще вопросы по домашним заданиям я сказал, да, мы будем сейчас приводить вот именно блок SQL, где вы будете работать с конкретной, не, здесь не придется, здесь все попроще, но вот я вот скажу по результатам прошлой группы, уже буквально после первого модуля мне вот было множество, то есть у нас есть один товарищ в текущей группе, он вообще после каждого занятия перепроектировал свою базу данных, вот, еще у нас тоже было много откликов, что кто-то исправил какие-то баги у себя в базе данных, кто-то наконец нашел причину дедлогов и их починил, так что даже вот такой процесс в рабочей практике во время обучения я наблюдаю это, меня очень радует, так что вот, что еще у нас, общение с группой я сказал, каналы связи, да, у нас Slack, есть чат с преподавателем, это еще отдельная фишка, где можно, вот, если вы там что-то вдруг хотите спросить, можно кидать чат с преподавателем, но реально вот Slack удобнее, тем более в Slack тоже есть личка и можно лично спросить преподавателя прямо в Slack потому что взаимодействие там проще и удобнее. Так, что у нас еще? Какие у нас есть вопросы вообще по отусу? Выдается наше ЧАВу, да, выдается ли сертификат по окончанию курса? Да, есть электронный сертификат, там отмечено сколько вы сделали домашек, сколько вы сделали домашек, сколько вы сделали, сделали ли проект, вот это все как бы отмечается. Процесс трудоустройства после курса, то есть дальше, если вы попадаете в списки лучших, вам приходит, соответственно, с вами свяживается специалист от отуса, и предлагает сходить куда-либо на собеседование. Такое тоже часто происходит. Чем проект отличается от конкурентов? Ну, в принципе, это было все отзвучено, то, что мы не ищем, не учим с нуля, мы даем фидбэк, всегда обязательно все наши преподаватели дают фидбэк, мы создаем качественное комьюнити, мы постоянно работаем над обновлением программы и над тем, чтобы она была актуальной, то есть многого таких вот аспектов. За что слушатель курса платит деньги? Это был такой в самом начале еще проекта такой важный вопрос, потому что люди не понимали, о, зачем я буду там столько денег платить, когда я и так могу это все нагуглить самостоятельно. Да, можете, но в целом сколько времени вы на это потратите, и вопрос как вы поймете то ли вы гуглите то, что вам нужно, да, то есть в целом это экономия вашего же времени, когда вам дают эссенцию информации, выжимку, да, только то, что вам нужно, да, и вам дают конкретные направления, и вам не, мы не стараемся лить лишнюю воду, да, это прежде всего я бы сказал экономия времени, то есть, но если вот так разложить по бюджету, да, то есть это время преподавателя, которое он тратит на вас, в том числе читая курс, проверяя ваши домашние задания, подготавливая программу, подготавливая примеры, подготавливая стенды, это действительно очень много времени, даже подготовить простой стенд с простыми, ну, не очень простыми SQL-ами, для того, чтобы их проверить то, что они выдают, то, что надо, проверить их планы, и все это, все это требует времени. Дальше, это, собственно говоря, сама платформа OOTUS, которая в том числе обеспечивает техническую поддержку всех этих конференций, возможность всех этих связей, все эти слаки, все это комьюнити, то есть, это тоже требует затрат, в том числе. Это, как бы, в целом, весь этот образовательный процесс, в общем-то, недешево, получается. Вот за это, да, и за собственную мотивацию, Владимир, вы очень точно сказали, когда вы за что-то заплатили деньги, вы хотите получить результат, да, и вот, прямо, знаете, часто встречаются вот такие студенты, которые вот, если они вдруг от тебя чего-то не получили, чего они хотели на уроке, они все равно это вытянут, и это нормально, да, когда задаются вот такие вопросы, когда какая-то тема копается глубже, мы, я вообще за то, чтобы строить занятия и строить общение так, чтобы вы в итоге, когда вы пришли на этот курс, вы не просто получили какой-то набор информации, а вы получили ответы на свои вопросы, поэтому, да, я хочу, чтобы вы на курс не просто, ну, вот, допустим, когда я шел учиться на Бигдату, у меня был вопрос, вообще, чуть-чуть-чуть за фигня, с чем это идят, да, и я получил ответ на этот вопрос, вот, у меня был конкретный запрос, я получил копать самостоятельно я пробовал на меня свалилась такая куча информации я вообще не понимал что это такое зачем это надо вот хотя я видел да что там часть информации взята из тех же открытых источников но я говорю что если я начал вот эти вот тонны воды информации перерабатывать непонятно мне пара порядке я захлебнулся в том хаосе который на меня свалился но это я свой личный опыт говорю как студенты до что я пошел до ничуть не жалея хотя казалось бы у меня experience а войти о-го-го чуть-чуть чем не там лишнюю какую-нибудь фишку изучить но вот есть такой момент может ли работодатель оплатить обучение сотрудника да это как бы легко отус поддерживает взаимодействие со всеми и как бы моему может быть да со стороны работодателя это оплачено поэтому и очень много студентов приходят за таким вот образом не скажу что они сама мотивированы но процесс идет мы за мотивацию это вопрос уже не совсем ко мне наверно вы на хэл по тусру напишите или к нам в telegram или в слайке спросите вам ответит этот вопрос митры я глубоко финансовые вопросы не погружаюсь так еще продолжаем вопросы можно ли присоединиться группе после старка курса да можно но желательно не затягивать потому что одно занятие еще можно догнать но два уже как бы и домашки и это все будет достаточно тяжело то есть про просто реально будет тяжело догонять я скажу и по своему опыту по опыту тех кто присоединяется я просто вижу и лучше как бы тоже из опыта да вот идет первое занятие первый вебинар там присутствует почти все кто записался на курс концу остается где-то треть или четверть которые присутствуют на онлайн вебинарах почему это не потому что они перестают или не нравится курс и им все нравится просто уже смотрят записи уже там смотрят кто будет ввести и прийти или посмотреть записи и есть те вот кто сильно замотивирован они ходят на эти вебинары потому что ну как бы лично спросите задать вопросы и услышать она всегда интереснее и полезнее но есть тем кому нужна вот эссенция и и лучше получить из видео то есть здесь у кого как и когда вот идут первые вот эти занятия там очень много вопросов там очень живое общение я поэтому рекомендую присоединяться именно с первого занятия чтобы как бы влиться сразу в этот весь поток вот такой мой ответ на вот этот вопрос что делать если пропустил лекцию ехал в отпуск и так далее да это вполне лекции как я говорю все остаются в записи всех можно посмотреть никуда ничего не девается ну потом вы будете сами догонять домашки можно ли прервать обучение продолжится следующей группы да можно многие так делают но есть одно но продолжать обучение вы будете по ценам уже новой группы но многие чувствуют что не хватает там запала на то чтобы как бы дальше пройтись ну вот не хватает да и переводится в другую группу так тоже можно что делать если оплатил курс или месяц и не понравилось или нет возможности учиться да тут есть множество вариантов во первых можно перекинуть деньги перейти на другой курс допустим либо можно связаться с администрацией с отуса также на написать на help otus.ru или также там где в чате уточнить кому написать в слаке уточнить да и задать вопросы и вам скорее всего там если это конечно не с половиной курса да но с первого если у вас вам с первого модуля там со второго с третьего занятия вы поняли что это не то то всегда да можно как-то этот вопрос обсудить бывает да отус возвращает деньги если вам не понравилось полностью не ваш то есть эти вопросы все решаются так ну и соответственно все что я хотел рассказать вам про отус и про программу я рассказал переходим к следующей части называется свободное общение и ответы на ваши вопросы коллеги и а волком вы здесь вот тут павел как раз спрашивал пока отвечу до а а ситуация бэкенды знают что с база есть проблемы но спихивает ответственность на админов хочу чтобы бить их за дело не за предположение а ну это нормальная ситуация называется вам приходят у вас говорит база не отвечает что не отвечает зачем не отвечает кто виноват база виновата да там ставьте сервера а стройте кластера да а я хотел ответить вам еще про партиционирование на партиционирование построена такая штука как шардинг и шардинг да мы тоже будем обсуждать и мы тоже будем глубже понимать как он работает да и как знаете в любых как бы в любых презентациях по шардингу до первое слово да прежде чем настраивать шардинг внимательно задумайтесь насколько он вам нужен вот поэтому тут шардинг конечно дает вам большую гибкость и в масштабировании именно в горизонтальном таком масштабировании но но для него должна быть немножко переделана архитектура чтобы это работало логично и правильно я бы сказал бы шардинг он больше на замену не этим распределенным системам да я про репликации же отвечал владимир да вот как раз занятия свою собственными хранениями мы причем на практике посмотрим пример майсквельной репликации ну всех репликации я не покажу не расскажу но это то есть настройка golden gate а это допустим уборок ли это отдельная такая песня но если надо у меня есть материал инструкция как его настраивать но как он работает как каковы основные принципы я расскажу стриминга ворот ли затрагивает уже бесполезно так как он уже отошел например вот нет бд везде вы мы дадим доступ чтоб вы скачали докеры и работали с этим докером на своей машине это раз кроме того да в качестве проекта используется уже то бд которую вы создаете потому что как бы есть учебные примеры учебные задачи а есть уже проект то что вы сами создаете поэтому вы делаете стенд целиком и полностью сами все технические вопросы о том как мне создать стенд что такое вагранд что такое докер как это все собрать в кучу все материалы мы вам дадим и все возможные и поможем так что вы легко будете создавать эти стенды сами причем коллеги как вы понимаете да что использование опять же докера и с бд в рамках каких-то разработческих вещей да когда у вас все разработчики имеют свою копию базы данных на докере это как процесс разработки прямо облегчает жизнь всем да что вы не мучаетесь кому какой доступ дать всем раздали локальную копию каждый с ней работает и всем хорошо да причем локальная копия у каждого там на своей машине в своем докере это удобно и поэтому эту тему мы тоже будем затрагивать потому что это одна из частей процесса организации всей вот этой общей архитектуры коллеги еще вопросы владимир я ответил на ваш вопрос то есть вы поняли и так же да я как раз за праздники подготовлю варианты сделаю инструкцию как завести базу в каком-либо облаке например в гцп и там можно прямо завести базу и бесплатно на них все вещи делать так тишина студии есть еще вопросы так коллеги я вам скину пока ссылку на вот такой вот опрос заполните его пожалуйста ну вот я жду ну про то как синхронизировать и как версионировать базу данных мы тоже будем говорить в том числе вот будем обсуждать такие средства как например тот же алимбик или тот же как его ликвид ликвид бейс вот вот эти средства тоже будем обсуждать там в процессе того что мы называем версионирование базу данных вот докер до тоже использование докеров например вот я использую вот такие связки для мои сквильных проектов когда у меня база в докере я лимбиком 7 миграции там делал они соответственно автоматом эти миграции накатываются и на прото и эти же миграции накатываются на те базы которые в докере уже у конкретных разработчиков например вот такой вариант да это все будем тоже обсуждать и все подробнее смотреть да чтобы как можно больше информации о том какие решения есть и какие решения будет вам по оптимизации запросов мы будем говорить постоянно и много да потому что в каждом в каждой теме мы будем уделять этому внимание в том числе рассматривать как бы то есть и отдельное внимание мы уделим непосредственно индексом как таковым как правильно составлять сами запросы какие вещи использовать какие лучше не использовать как смотреть читать планы и что из этого делать все это будет до обсуждаться не одно занятие а вот на протяжении двух модулей грубо говоря самого SQL где мы будем давать разные штуки и говорить как лучше делать и как лучше не делать да и на протяжении третьего модуля в котором мы будем обсуждать непосредственно и саму оптимизацию и подходы к оптимизации запросов в частности у оракла там есть много различных нюансов и я буду показывать до примеры из практики где мой где там оптимизация ну кстати вот такая история одного из наших студентов тоже да то есть он после очередного занятия пришел к своей рабочей базе причем он не является ни дебеем не разработчиком он просто является линукс администратором но напряг своего дебея они поизучали планы и в итоге у них произошла оптимизация запроса 17 минут до по моему 30 секунд на время выполнен вот такая результативность владимир я ответил на ваш вопрос планы запросов да будем изучать через explain и через графические средства ну мне вот графическое изображение я его не понимаю если честно мне как бы табличный вид более привычен более понятен вот то что планы запросов могут быть планы запросов это не то ну как что значит врать план запросов это то как оптимизатор будет выполнять ваш запрос да другое дело что кост там может быть внушать оптимизм например что кост он показывает вам такой радостный сотню до вас запрос выполняется 10 минут и вы не понимаете что происходит это вторая вещь но тогда вы уже лезете изучайте на чем висит ваш конкретный запрос да потому что вдруг он вообще на на дедлоке завис а вы как бы считываете это на кост туда мы естественно будем говорить и одно из апологетных таких вещей да то есть сначала смотрите план запрос верить ему не обязательно да но как бы надо перестраивать и сравнивать и пробовать различные варианты пока вы не достигнете того что вам нужно данного плана то есть конечный результат это когда запрос выполняется именно то время которое вас устраивает вот а вот как этому прийти как тот или иной запрос подогнать к этому это мы будем естественно много разговаривать потому что иногда просто оптимизировать запрос просто искали нам не получается нужно либо создать индексы да иногда индекс не помогает нужно озаботиться как у вас распределено как у вас хранятся вообще таблицы да нет ли какой-либо нагрузки например у вас запрос тормозит а потом выясняется что у вас в этот момент работал бы к причем на этот же диск где лежит ваша база дан кто сталкивался с такой проблемой ну вот это часто его таки вот бывает очень много внешних факторов да и бывает что вам как чтобы начать оптимизировать база вообще иногда приходится лист настройки операционки настройки ядра но это тоже но изначально до изначально на самом деле нужно понимать все от бизнес-процессов да какие данные нужны вашему приложению как он их получает один из вопросов оптимизации который мы рассматривали буквально недавно на занятии до самый простой вот есть приложение да и а она там что-то у себя рассчитывать и для того чтобы это что-то рассчитать он ходит в базу 8 раз 8 раз он не никаких новых данных никаких новых факторов не приложение не делает она просто ходит базу за данными за кучей данных это все нагружает сеть да потом он это все считает уже у себя на цепу то есть он за затронул цепу на уровне базы потом цепу на уровне себя и все это загрузил сеть загрузил память все это перегнал и сделал хотя можно было сделать одну маленькую хранимую процедуру которая бы выполнилась на уровне базы данных и отдал маленький ответ в виде одного там конкретного числа или одной строки вот это оптимизация вот эти в моменты мы обсуждаем владимир понятно отлично так коллеги а кто-нибудь здесь еще есть артём вы с нами сергей так вот вопрос был от сергея темы для проектов бд мы выбираем существующих или самим нужно придумать я дам при я дам список вариантов и из этого списка вариантов вы можете выбрать либо предложите сказать что вот у меня вот такая задача я хочу ее делать то есть и так и так да то есть если есть какие-то проблемы с фантазией то вообще не вопрос это все решается я даю варианты так дмитрий у вас есть вопросы сергей у вас есть еще вопросы артём а вы что молодцы молчите у вас же наверняка есть какие-то вот именно те ощущения те задачи которые вы хотите решить так коллеги я же не сказал да а то у нас сегодня дот у нас обычно дот с розыгрышем да но с учетом того что отус так дарит всем 30 процентную скидку до 30 31 декабря как сегодня выяснилось то у вас есть все шансы на эту скидку да павел слов там будет на самом деле очень много и даже еще больше да так что коллеги поторопитесь с оформлением скидки ну и жду я вас всех у себя на курсы если вопросов ни у кого больше нет так конкретно как выявлять какие запросы тупят и как оптимизировать это мы будем разбирать обязательно вот буквально на прошлом занятии там и смотрели мы учились профилировать учились трассировать учились искать виноватых ну и тоже там много про что рассказывал я тоже пропула соединений и как недавно людям с оптимизировал работу с базы данных целый который был около 300 до лэй который стал равен 12 вот такие примеры тоже будут это я при этом саму базу данных даже не лез так ну что коллеги будем тогда закругляться если вопросов у вас больше нету что скажете отлично тогда заполните пожалуйста опрос я его уже скинул чуть выше и до встречи на курсе буду рад вас видеть и будет интересно вот лекции у нас идут также бодро примерно как вы уже поняли так что вот так ладно коллеги давайте всем счастливым пока 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 Продолжение следует...